итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро и мы продолжаем изучать тору глава у нас и мор и мор так называется дар вот так нет не морда значит в израиле мы читаем главу п.р. на горе и сегодня еще раз напоминаю 24 день омра кто не считал вместе с нами вот мы считаем все дни 24 дня уже прошло от песоха уже почти месяц прошел до 24 дня это очень много ведь я как зарос уже нельзя сейчас нельзя бриться до лагба умера до 33 дня нельзя бриться и стричься так такой обычай и вот мне очень хочется побриться но я думаю не зря же уже две тысячи лет если этот обычай не я его установил не мне его отменять вот так вот я для себя думаю поэтому не бреюсь пока и осталось 24 день значит до 33 дня осталось 9 дней 8 дней значит скоро увидите меня опять по бритам постриженным и как будет приятно так обычный человек он бреется стрижется когда когда ему хочется или когда хочется другим а мы значит религиозные евреи стрижемся и бреемся когда когда это именно служение всевышнего это прекрасно это такие бонусы такое ощущение что я делаю то что бога от меня хочет бога во мне позаботиться дальше дальше значит сегодня 9 яра 10 мая и в сегодняшнем отрывке книги о йом йом сегодняшнем отрывке книги о йом йом говорит нам это любавич стеребе собрал высказывания мудрецов которые жили до него в этой книги нет ни одного его слова а как раз вчера я узнал это европинга свышецкого а он собрал для себя и распределил по дням высказывания которые имеют отношение к этому не это была первая его книга здесь сегодня он приводит отрывок то что говорил бешт бешт это большим тов это основоположник основоположник хасидизма основоположник хасидизма большим то был такой великий учитель и он похоронен в меджем уже и он такую вещь говорил все что человек видит или слышит является для него уроком в служении всевышним и в этом заключается смысл служения в каждом событии понять и рассмотреть путь в служении всевышнего вот смотрите мы все все видим одно и то же примерно мы все слышим одно и то же может два человека смотреть на одну и ту же какую-то картину или на одну и то же события смотреть один и тот же урок но наполнение намерения и размышления в этот момент это личное дело каждого это полная свобода выбора и говорит нам вот этот великий бешт большим тов он нам говорит следующий вот как раз мы с максим перенчук сейчас на его могиле может помолиться ведь и не зря вот дайте сейчас прям продемонстрируем что это что он нам посоветовал бешт говорит все что человек видит или слышать является для него уроком служения всевышнего вот я увидел сейчас шалом из меджи буша максим перенчук в меджи боже я сразу думаю вот как интересно дожил большим то в меджи боже а максим перенчук сейчас меджи боже и мы сейчас учим про вот это высказывание а давай-ка мы сейчас попросим максима перенчука чтобы он помолился значит чтобы он помолился на модели бешта значит чтобы он помолился на модели бешта чтобы было чтобы война закончилась максим записывай пожалуйста да вот мы все просим тебя, чтобы помолиться, чтобы война закончилась в ближайшее же время. Вот прям желательно на этой неделе. Есть, у Всевышнего есть много путей. Много путей, как остановить войну. Прям войны бывало неожиданно начинались, неожиданно заканчивались. Значит, на этой неделе мы просим, помолись. Намадили убежно, чтобы он там замолвил словечко перед, помолись о приходе Машеха, вот Зоя Иванченко просит. И помолись, чтобы Всевышний услышал молитвы каждого из нас. Вот чтобы мы будем сегодня все молиться, чтобы мы молились, а Всевышний прям принял эти молитвы. Вот мы сейчас этот совет использовали в действии. То есть, раз мы изучаем про Мэджибош, тут мы увидели Мэджибош. Но это разве это не сигнал от Всевышнего? Сигнал от Всевышнего. И он говорил нам такой совет. Служение, в этом и заключается смысл служения. В каждом событии понять и рассмотреть путь в служении Всевышнему. В каждом событии понять и рассмотреть путь в служении Всевышнему. И когда ты начинаешь вдумываться, то ты через любое событие, любое любое вот то, что с тобой происходит, ты приближаешься ко Всевышнему. Теперь, значит, переходим к следующей книге. Вторая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». Значит, книга эта, она насучит, как попасть в рай на земле, чтобы на земле было как в раю. И вот сегодняшний совет нам прямо очень-очень хороший. Все следует делать с радостью. С радостью все надо делать. Максим, пожалуйста, помолись с радостью, потому что можно молиться без радости, а можно с радостью, с верой в Бога, что все, он услышит молитву. Прямо сейчас он услышит молитву. Это уже дает радость. Все следует делать с радостью. Даже каяться можно радостно. Раскаиваться в своих каких-то ошибках, грехах и преступлениях можно с радостью. Как? Люди представляют себе Бога, как нечто серьезное, внушающее благоговение и робость. На самом же деле, там, где Бог царит радость. Вот почему каждое мгновение, это мгновение празднества, наполненного счастьем. Ибо каждое мгновение мы выполняем свою миссию привнесения в мир божественности. Это касается не только таких очевидно радостных дел, как размышления, учения, молитва, но и постоянной мирской деятельности, зарабатывания денег и повседневной жизни. Все это пути познания и привнесения его в наш мир. И где есть Бог, там сила и радость. Вот такая вот интересная сегодня, видите, как две сочетающиеся, это две разные книги. Обретение неба на земле, я не знаю, кто ее написал. Это кто-то составил тоже уже из, в наше время. А Йом-Йом это Рэблю Байчичи последний составил. И получается, значит, получается, если мы соединим эти два совета, то первое, во всем нужно видеть проявление Всевышнего. И мы, значит, во всем видим проявление Всевышнего и наполняем это радостью. А вот, например, сейчас перфоратором кто-то пили, да? Так это и есть классная тренировочка. Потому что тренировка это не когда ты сидишь, а когда тебе легко. А тренировка это когда тебе сложно, и ты в этой сложности, ты выстоял. Как я уже говорил на примере, что йог, который спит на гвоздях, для него потом вся жизнь в радость. Он научился даже на гвоздях расслабляться и не напрягаться, и получать удовольствие. Значит, на полу у него уже просто рай. На кровати он просто даже такого удовольствия просто еле переносит. А если он на какой-то лежит там мягко, в каком-то чистом белье таком, он, значит, полностью этот йог просто от наслаждения, он будет просто улетать в небо. Теперь, ну, принцесса на горошине, если она лежит на сорока матрасах, у нее одна горошина, горошина, и она страдает, то на одном матрасе она с ума сойдет, а на гвоздях она просто, просто от разрыва сердца, как увидит эти гвозди, что на них надо лечь. И она, значит, копыта отбросит, как говорили когда-то, да, то есть она от страха может умереть от страдания, даже не видя, еще даже не притронувшись к гвоздям. Получается, что если мы сейчас научимся прямо во время урока, значит, мы видим в этом проявление Всевышнего, да, что внешнее не в нашем контроле. Внешний мир, вот этот даже перфоратор не в нашем контроле, да. Внешний не в нашем контроле, но внутренний это наш контроль. И мы тогда говорим Всевышнему, спасибо тебе за тренировку, спасибо тебе за сложности, которые я сейчас получил, и спасибо тебе за то, что я могу в этой ситуации найти что-то хорошее, что ты дал мне разум. То есть я мог бы плюс к сложностям, еще и эмоционально просто развалиться. А у меня сейчас есть сложности, но эмоционально я не развалился. И я, тогда у меня есть надежда из этих сложностей вылезти. То есть это же уже плюс. Когда человеку страдание физическое, и он еще к этому добавляет страдание моральное, это кошмар. Но когда у него есть страдание физическое, а он к этому добавляет моральное, эмоциональное, приподнятое состояние, то тогда у него появляется сила избавиться от этих физических страданий. А большинство-то людей, большинство страдальцев, они же не страдают физически. Большинство страдальцев, они страдают только в своем воображении. Понятно, да? И давайте Никифоров Александр, чтобы он выздоровел, чтобы было ему рифуашный май, у него прекрасная цель подняться в Израиль, чтобы он прям выздоровел, поднялся в Израиль. И значит, сейчас как раз самое время, если у вас есть какие-то документы еврести, то вас могут в Израиль вывезти прямо сейчас. Очень много есть организаций, которые прям спасают и вывозят израильские организации и так далее. Хорошо, вот Юрий Разумный мне 600 триллиардов долларов решает. Я их готов, мне все 600 триллиардов готов отдать на религиозные программы. То есть 600 триллиардов мне даже не надо, такая цифра. Но если мне Всевышний даст, все идут на религиозные программы. Все 600 триллиардов. Очень смешное пожелание. Спасибо огромное. Я очень, очень рад буду, если мне Всевышний даст 600 триллиардов. Вообще, даже не представляю такую цифру. Хорошо. Значит, еще раз. Мы уже это изучали, но давайте еще раз сделаем на этом акцент, что настоящая связь со Всевышним, она дает внутри ощущение радости. Я помню, когда-то я читал книгу, которая называлась Сила Настоящего, Power of Now. Написал ее Экхартоле. И вот он рассказывал, как у него были дети и страдания, вообще моральные, эмоциональные. Он не принимал себя, он страдал, он не понимал, зачем он живет. И в какой-то момент его отпустило, и он оказался внутри. Внутри он оказался в очень спокойном, тихом месте, в котором была спокойная радость. И он после этого, как он писал, что он два года, он был в такой радости, что ему вообще ничего не надо было. Он жил на скамеечках в парте, там где-то он пишет. Но он говорит, я в таком был наслаждении просто от того, что я поймал вот это ощущение внутренней радости, что мне абсолютно внешнее, что со мной происходило, вообще никак не интересовало. Но потом, когда это, я привык уже к этой радости, он начал делиться с людьми вот этим своей методикой прихода в эту внутреннюю радость. То есть, когда человек понимает, что он со Всевышним, и не просто понимает интеллектуально. Интеллектуально понять это, это интересно. То есть, это интересная идея, я со Всевышним. Это очень интересная идея, да, да, я со Всевышним. Это не работает. Почувствовать, то есть, вот именно погрузиться в эту идею, хотя бы на секундочку закрыть глаза и погрузиться в себя, в свой внутренний мир. И вот тогда, вот эта фраза, я со Всевышним, и он со мной, и вот мы вместе, она может тогда, да, вывести то, что называют индусы сложным словом самадхи, может и самадхи, да. Но, в принципе, можно назвать это любым словом. Ни одно слово не опишет состояние. Слова это просто ярлычки. А тот, кто... Но у нас есть четкие критерии. Если у тебя есть внутри спокойная радость, значит, это ты попал. Вот ты попал, значит, в контакт. Если у тебя есть забота, тревога, волнение, там какие-то страхи, боли и так далее, то это ты находишься во внешней какой-то, во внешней интеллектуальной реальности, в которой ты запутался. Потому что человек, бывает, он запутывается. А что я буду делать дальше? Ну, а что ты будешь делать дальше? Ты первые 10 лет думал, что ты будешь делать дальше? Ты даже не знал, что ты будешь делать дальше в первых 5 лет своей жизни. У тебя вопроса такого не было. И радовался. Прямо радости было столько, что просто нереальное количество. Потом, правда, родители им объяснили, что там в школе, например, да, ты должен думать, что у тебя будет дальше и бояться. Потому что ты же не знаешь, что будет дальше. Вот ты теперь давай озаботься. Тебе уже, ты не маленький уже, чтобы просто радоваться тому, что есть. Ты должен заботиться о том, что будет дальше и все время грузиться. И все как загрузились с первого класса и все грузится. Должен, должен, должен обеспечить свое будущее, получить профессию, получить то диплом, диплом, диплом. И люди такие прямо загруженные, страдают. Диплом, как я сдам диплом? Потом сдали три диплома и что? И кушать нечего. А что же я столько лет потратил на эти дипломы там, мне сейчас кушать нечего? Никакой работы по специальности нет. А что же я заботился так об этом дипломе? Ну, например, я просто как пример привожу, что забота, она не равна, что ты избежал проблемы. То есть проблема это проблема, а забота это еще одна проблема. И человек, который заботится 10 лет, чтобы не попасть в проблему, то он уже 10 лет в проблеме. Потому что он все время заботится, он все время переживает, грузится, волнуется. И у него 10 лет проблема. А потом он это как бы, он заботился, там, у меня один знакомый, это страшно, конечно, это страшно. Он инвестировал деньги в Украине, он там много зарабатывал. И он перед самым-самыми этими событиями все деньги вложил там в квартиру, в ремонт, значит, в какие-то в Херсонской области, в какие-то там мероприятия. И он все потерял. Получается, что его там 10 лет заботы, тревоги, волнения, работы день и ночь, они в данный момент оказались под угрозой. Но смотрите, в чем разница. Если бы он 10 лет не был озабоченный, а он делал бы то же самое, но с радостью, тогда он 10 лет радуется. Сейчас у него изменилась ситуация, проблема, проблема. Но он все равно продолжает радоваться, потому что у него есть сейчас масса других возможностей, как радоваться, да, кроме, кроме, как бы, кроме заботы о своих инвестициях и накоплениях. У него есть чему радоваться, слава богу, дети есть, здоровье есть, там, и все есть. То есть, я хочу сказать, что человек может заниматься чем угодно. Вот мы здесь опять вернемся о Йом-Йом, да, вот этот совет, который давал еще Бальшим Тов. Он говорит, все, что человек видит или слышит, является для него уроком в служении Всевышнему. И в этом заключается смысл служения. В каждом событии понять и рассмотреть путь в служении Всевышнему. То есть, он работает, он во всем, во всем. И во второй книге описывается, то есть, нужно, а как ты знаешь, что ты нашел Всевышнего? У тебя радость. Когда у тебя радость, не важно, чем ты занимаешься. Важно, что в этот момент ты помнишь о Всевышнем, ты с ним взаимодействуешь через интерфейс каких-то событий. Понятно, да? Вот это вот то, что мы поняли сегодня, как получить рай на земле. Теперь, мудрость, тоже очень хорошая книга. Называется «Мудрая сторона каждый день». Это тоже одна из идей Любовичского Рэба. Давайте ее сейчас изучим. Очень интересная идея. Значит, написано в книге Ваикра, в нашей недельной главе, что «Я пошлю вам благословение мое в шестой год». Значит, в этой главе говорится про седьмой год. Это год шмита. Земля должна отдыхать. И когда Бог дает вот эту вот заповедь, что седьмой год нельзя сеять, нельзя обрабатывать землю, то получается, что ты в седьмой год не посеял, и урожай ты собирать не можешь. То есть на два года ты остаешься без урожая. Ты же посеять тоже не можешь. И Бог говорит, смотри, я тебе пошлю благословение в шестой год. Верующий человек говорит, ну ладно, посмотрим. Значит, и верит, собирает этот урожай. А потом у него, бах, седьмой год, нет урожая, но у него вдруг он занялся там йогой, голоданием по полю Брэгу, и у него аппетит уменьшился, он вообще, вообще перестал нуждаться в еде. Он стал здоровым, да. Урожая нет, кушать нечего, а он здоровый. Отлично. И следующий год, бах, у него, он же не сеял, но у него как раз вот это поле, кто-то пришел ему и говорит, слушай, давай у тебя это поле куплю, сейчас цирк сюда поставлю. Значит, приехал цирк Шапито, буду тебе платить там по 10 тысяч долларов в месяц. Он и поле сдал. То есть, как Бог даст благословение, есть масса вариантов. Если ты выполняешь заповеди Бога, у Бога найдется, он же Бог, найдется много вариантов, как тебе дать благословение. И здесь идет обещание, я пошлю вам благословение мое в шестой год. И здесь дальше идет объяснение. Значит, когда Адам и Хава вкусили плод дерева познания добра и зла, это было в начале сотворения мира, Бог скрыл свое присутствие на 6 тысяч лет. Сейчас 5778 или 79 год, я не помню, или 78 или 79 год. Почти уже конец шестого тысячелетия. И Бог сказал, на 6 тысячелетий я скрываюсь. Значит, только в конце я раскроюсь, когда придет Машех. А значит, потом будет седьмое тысячелетие, это будет шаббат. Седьмое тысячелетие мир отдохнет от 6 тысячелетий, а потом будет новый мир. Значит, и Ребе, он говорит, давайте посмотрим, на что это похоже. 6 лет, когда можно обрабатывать землю, соответствует 6 тысячелетиям, на протяжении которых мир был таков, какой он сейчас. То есть, вот сейчас 6 тысячелетий мир идет вот такой, какой он сейчас. Субботний год соответствует 7 тысячелетию, в которой мир отдохнет от своего нынешнего состояния. Сегодня большая часть 6 тысячелетия уже позади. Иными словами, мы приближаемся к концу 6 года. То есть, сейчас мы как будто бы пятница, как будто бы мы пятница уже перед шаббатом. Уже, значит, полдень прошел, уже мы видим, что солнце близится к заходу, и скоро наступит шаббат. Заход солнца, наступит шаббат. И вот сейчас вот эти вот все последние приготовления, как это будет, что это будет, должен прийти Машех. Вот мы сейчас ждем Машеха, да. Вместе с тем мы понимаем, что уступаем предшествующим поколениям в духовной стойкости. Те, которые были до нас, поколения, они были духовно на порядок выше, чем мы. Потому что мы все время, у нас голова погружена очень сильно в интеллектуальные какие-то путаницы, да. То есть, мы очень интеллектуально развиты, но мало развиты духовно и эмоционально. То есть, сейчас люди очень такие, знаете, как компьютеры, в которых очень много программ, где рабочий стол очень забит, и он из-за этого медленно работает. Так, ну вот в духовном плане мы стали медленнее, а в интеллектуальном стали прям мусора столько, что некуда уже информацию записывать. Теперь, значит, поэтому нельзя не удивляться тому, каким образом этот шестой самый бедный год сможет обеспечить седьмой всем необходимым? Как сможет ускорить избавление наша относительно слабая духовность, если с этим не справились даже наши святые предки, превосходящие нас во всем? На это Бог отвечает в награду за нашу простую веру, проявляющуюся в беззаветной, пренебрегающей всеми препятствами и даже логикой преданности божественной миссии. Он увеличит урожай шестого года и дарует нам избавление. То есть, он эту идею перекладывает на духовность. Он говорит, вот в этот, но с другой стороны, смотрите, Рэбэ умер в 2000, получается, где-то лет 20 назад уже, да, Рэбэ умер. В последнее время мир стал, вот настолько открывается вся духовность. Мне только вчера Раф Пилка Священствия рассказывал, что он был сейчас в Милане на шаббат. И, значит, на шаббат он молится в синагодии, он говорит, я такого никогда не видел. Заходит священник, католический священник, заходит без креста, снял крест, потом ему объяснили. Заходит и молится всю шаббатную молитву вместе с ними. Он потом спрашивает трави на этой синагодии, а как это по Сидуру? Ну, видно же, он католический священник, одет полностью. А он ему говорит, он уже два года к нам ходит, говорит, два года, вот он молится, полностью. Мы его попросили, что в синагогу нельзя, ну, с крестами, со всеми делами, с иконами, с крестами. Он говорит, хорошо. Я его спрашиваю, а чего ты ходишь? Зачем ты ходишь? Он говорит, тут я чувствую вот божественное присутствие, у меня тут молитва, которая вот у меня полностью соединяет со Всевышним. Он говорит, я такое раньше представить. Инквизиция сжигала евреев раньше, а тут католический священник молится в синагоге. И, то есть, на сегодня очень сильно духовность, она стала широко доступна. То есть, она, может, стала меньше по уровню, по качеству и по силе, потому что мы, конечно, не как рабе Атива, который римлянам говорил, давайте там, разрывайте меня на кусочки, а учинти, говорят, это Тора, это награда за Тору. Рабе Атива говорит, да я всю жизнь об этом мечтал, говорит, чтобы отдать за Всевышнего свою душу. И сказал, шма истраэля, и на Эхад вышла его душа. То есть, понятно, этот уровень слишком большой. Но мы зато знаем больше, мы можем учить эти книги, мы можем понимать, нам доступны совершенно, ну то есть, вот мы сейчас сидим, я в Иерусалиме, вы там каждый где-то в своем месте. Максим Перенчук в Меджибу же, да, на могиле Бальшинтова. То есть, мы здесь, на сегодня у нас духовность стала широко доступна, но может она не такая, как бы Мисс Рутнехш, не такая яркая и сильная. Поэтому шестое тысячелетие, мы сейчас набираемся, шестой год, набираемся вот этой духовной силы. Потом сейчас будут какие-то потрясения. Потрясения, они начались, и последние там сто лет мы видим. Вторая мировая война. Я был уверен, я каждый урок начинал с того, каким мы счастливы, что мы живем без войны. И я, бах, мы сейчас живем при войне. То есть, была эпидемия, сейчас война. То есть, мир как бы не такой, не такой гладкий, как нам хотелось бы. Но с Божьей помощью, с Божьей помощью мы сейчас наберемся духовности. И следующее тысячелетие будем уже в Роте проводить тогда. Те, кто застанут приход на Машеха, так я изучал в разных книгах, они уже не умрут. То есть, мы уже будем тысячи лет, тогда без энтропии, значит, будем здоровы, уже зла не будет. То поколение, которое застанет Машеха, уже как бы произойдет изменение в мире, что мы станем, уйдет вот это вот. Ведь почему человек умирает? Одна есть какая-то программка в организме, которая в определенный момент начинает какие-то там в ДНК, забыл, как они называются, они начинают в клетке сокращаться. Если бы они не сокращались, мы бы жили вечно. То есть, где-то с 30-40 лет начинается в клетке такой процесс, что она уже так сильно не размножается, не повторяется, и постепенно происходит угасание. Но если одну эту программочку изменить, одну вот прямо настройку, да, настройку, так Всевышний нажимает кнопочку на своем компьютере, так, все, значит, клетки больше не размножаются. Но правда, тогда ему надо будет выключить еще одну штучку, потому что если будет размножение идти так же, как сейчас, то мир же негде будет. Ну, в общем, у Всевышнего есть много способов дать нам добро. У нас есть много способов быть счастливыми, верить, что Всевышний даст нам добро. Удачи, успехов, выздоровления, благополучия. Кому надо жениться, чтобы встретили свою вторую половину, кто ссорится со своими вторыми половинами, чтобы был шломбайт, мир в доме, чтобы злодеи, они опустили свое оружие или друг друга поубивали, потому что злодеи, они чаще всего убивают друг друга. Вот это вот важный факт, надо знать, что злодеи, когда они замышляют зло против хороших, добрых людей, то они в какой-то момент начинают друг с другом воевать, и, значит, часто так заканчивались войны, убивали всех, Юлия Цезаря, Александра Матидонского, то есть всех-всех вот таких вот царей, царей постоянно, значит. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего дня и хорошей недели. Пока.